Президентские выборы 2021 года уже стали историей. Вчерашнее голосование прошло в спокойной и доброжелательной атмосфере. Об этом говорили сотрудники избирательной комиссии. Это видели и наши журналисты, которые весь день наблюдали за ходом голосования в городах и селах республики. Рекорды раннего голосования били села. Избиратели уже в половине седьмого были у избирательных участков. А к 9 утра возникли очереди. Люди стояли под дождем и на ветру, потому что внутрь пускали небольшими группами. Так, например, было в Михайловке и Попенках. На вопрос, почему пришли так рано, люди отвечали. Для них это традиция. Начинать день с голосования и задавать ему позитивный настрой. А это фотографии с Бендер. Очереди на участках у седьмой школы и второй гимназии. Обычно в Бендера фиксируют низкую явку на выборах. Но не в этот раз. Традиционно много людей было на участке в ДК Ткаченко. Здесь на крыльце играл военный оркестр. Музыка была на всех участках. Во дворце республики вживую выступали симфонический оркестр и ансамбль «Виорика». Люди останавливались послушать и вспоминали, как голосовали в молодости. Кто-то так ни разу и не смог сам опустить бюллетень в урну для голосования. Доверял это детям. Мне достоилась я того, чтобы опускать в урну этот бюллетень. Мои дети тормошили. Скорее идем. Так хотелось опустить. А сыну даже довелось стоять у урны в пионерском галстуке. Надо же за будущее свое, детей, внуков надо голосовать. К полудню проголосовало 70 тысяч человек. Первая и самая массовая волна голосующих сошла на нет. До трех часов дня проголосовало еще примерно 45 тысяч человек. А после снова палил дождь. В три часа дня пошел сильный дождь. Но это не остановило желающих проголосовать. Каждый должен сделать свой выбор в пользу того человека, которому он думает. Все выборы ходите? Да, на все. И дети тоже. Важно, конечно. Мы живем здесь. Музыка и ярмарка по соседству. Еще одна традиция наших избирательных участков. Так было вчера и в столице, и в Бендерах, и во многих селах. На каждом участке отмечали тех, кто голосует впервые. Им вручались значки. А в Первомайске на участке с днем рождения поздравили одну из уважаемых жительниц поселка. Нет, не ожидала, конечно. Не ожидала. Первый раз так было. Во всех выборах участвовали? Обязательно. Обязательно во всех. И в российских, и в этих. Выборы, как на праздник, с музыкой и угощением. Это наша традиция. Такого нет нигде, писали вчера в соцсетях те, кто на расстоянии следил за голосованием. А на участках люди говорили, что не представляют, чтобы выборы у нас были сугубо протокольным мероприятием. Юрий Чанявский, Максим Кирьязов, ТСВ.